Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. После того, как Банк Японии принял решение сохранить курс монетарной политики неизменным, а Федрезерв продолжает намекать на декабрьское повышение процентной ставки, котировка валютной пары USDJPY возобновила восходящее движение. Уже сегодня на премаркете европейской сессии график коснулся отметки 123.25, несмотря на оптимистичную оценку экономических и инфляционных перспектив для страны восходящего солнца, высказанных главой Банка Японии Харахи Кокуродой. Уже в пятницу японские статистические службы предоставят свежие данные по темпам роста потребительских цен. В соответствии с прогнозами, рынки не ждут обнадеживающих новостей, а значит, Центробанк будет вынужден принять дополнительные стимулирующие меры. Валюта в результате увеличения объема программы количественного смягчения испытает дополнительное давление. Большинство стратегов рынка Форекс остерегаются покупок японской иены. Впрочем, также они избегают и открытия длинных позиций по единой европейской валюте. Евро заметно теряет позиции в паре с американским долларом. Новая торговая неделя началась с отступления к отметке 1.0600. Очевидно, что в дальнейшем интерес к евро-доллару будет проявлять только лишь медведи, то есть те трейдеры, которые ставят на нисходящий тренд.